Если вы еще не смотрели вот это видео, история о том, как мой муж чуть не умер от астмы в Сочи, то я советую посмотреть сначала его, прямо нажав на эту ссылочку. И только после этого переходить к просмотру данного видео и обязательно досмотреть его до конца. Потому что то, что я хочу вам рассказать, будет чрезвычайно полезной и, наверное, даже новой информацией для тех, кто пытается лечить астму медикаментозными средствами, но это не приносит успеха. Я вам расскажу о том, каких результатов мы с мужем добились на сегодняшний день в лечении этого тяжелого заболевания, как бронхиальная астма. Это был самый критический год в нашей жизни, жизни в Сочи. И то, насколько мы зависим от той болезни, которая вошла глубоко в нас, очень печально, дышать было вообще невыносимо. Это был просто шок. Итак, вы посмотрели нашу историю о том, как мы безуспешно сражались с астмой много лет. И как в один прекрасный день мы узнали, что, оказывается, есть способ, когда можно отказаться от традиционных, привычных лекарственных препаратов, которые, конечно же, приносят нам непоправимый ущерб и вред в виде своих побочных эффектов. И можно перейти на натуральное, на природное средство, которое в очень большой степени помогает нам решать такую сложную задачу, как борьба с бронхиальной астмой. С тех пор, как я выложила вот то самое видео про нашу историю с бронхиальной астмой, прошло уже, ну, несколько недель. И, если вы помните, я вам сказала, что мы находимся в состоянии ожидания кризиса. Как известно, ни одно серьёзное заболевание не может исчезнуть просто так. Кризис обязательно должен быть. И этот кризис выражается в ухудшении общего самочувствия. И если мы говорим о бронхиальной астме, то, конечно же, кризис должен выражаться в ухудшении через активное отхождение мокроты. Но поскольку это слизь мокрота и гнойное содержимое дыхательной системы является токсичным, то, несомненно, проходя через дыхательные пути и касаясь наших клеток, тканей, эти токсины наносят своё ядовитое воздействие на наши органы и ткани. И мы получаем ухудшение самочувствия, потому что соприкосновение с ядами никогда не вызывает хорошее самочувствие. Так вот, случилось то, чего мы не ожидали так быстро, но, возможно, в течение обстоятельств, а может быть что-то другое, я не знаю, но 14 сентября мы оба заболели вирусной инфекцией. Я сейчас не хочу вдаваться в подробности и разбираться в том, какая это была именно вирусная инфекция. На самом деле, для меня это не имеет значения, потому что с точки зрения натуропатии борьба с вирусом, она всегда проходит по одной и той же схеме, независимо от того, как можно назвать этот вирус. И так получилось, что мы заболели, находясь в поездке. Мы были в поезде, и у нас не было возможности принять срочные меры, которые мы обычно принимаем, когда чувствуем, что появились симптомы вирусной инфекции. А это срочное очищение кишечника, переход на жидкое питание, мы убираем твердую пищу на несколько дней и применяем симптоматические средства. В данном случае мы можем применять эфирные масла, как противовирусные, так и масла для поддержки здоровой функции дыхательной системы. Но поскольку мы находились в поезде, у нас не было возможности очистить кишечник, и получается, что мы просто прозевали самый критический, решающий момент. Не то чтобы прозевали, а это получилось вот так. Случилось так, как случилось. И когда мы вернулись домой, вирусная инфекция уже была в полном разгаре. Остановить ее уже было чрезвычайно трудным, хотя, конечно, мы принимали все необходимые меры. То, что я сказала выше. Но одно дело остановить вирус в самом начале, когда он еще не проник глубоко в организм и не заполнил клетки. Другое дело бороться с вирусом, когда он уже в активной фазе, и ты себя чувствуешь крайне-крайне плохо. Ну, те, кто переносили тяжелую вирусную инфекцию, они знают, что в это время ты находишься в таком состоянии, когда ты даже с трудом можешь дойти до туалетной комнаты, не говоря уже о каких-то более крупномасштабных оздоровительных мероприятиях. И случился кризис. Именно этот вирус, он сделал так, что у моего мужа просто вот в крайней степени обострился воспалительный процесс всей дыхательной системы. Это как раз было то, чего мы ждали и чего мы боялись. И оно наступило. И это выражалось в крайне затрудненном дыхании. Это выражалось в мощных таких приступах удушья, диком, совершенно дичайшем кашле, когда этот кашель не был продуктивным. То есть мокрота, гной, всё то, что копилось много лет в бронхах, в лёгких, всё это, видимо, начало активизироваться и пытаться выйти с такой мощной силой, что просто закупоривало альвеолы. И дышать было очень-очень трудно. Что мы делали в этой ситуации? Конечно, мы продолжали, муж продолжал активно пользоваться бризом. Бризом – это та дыхательная смесь, которая стала для нас открытием, и об этом вы узнали из моего прошлого видео про астму. И мы продолжали пользоваться активно бризом. Мой муж буквально не выпускал его из рук. Он чуть ли не спал с ним. Естественно, мы распыляли бриз в диффузоре на всю ночь. Мы делали массаж, поскольку бриз – это эфирное масло, которое может применяться не только ингаляционно в виде дыхания, но ещё и массажно. В виде нанесения его на грудь, на стопы. Мы делали это несколько раз в день. Каждый раз, когда наступал приступ, мы активно наносили бриз наружно, муж активно им дышал. И надо сказать, что приступ отступал с трудом, но даже в таком тяжёлом состоянии, как вирусная инфекция, нам удавалось добиваться того, что астматический приступ ослабевал, и мы могли обходиться по-прежнему без сальвотомола. И это было, пожалуй, самой большой победой, потому что мы поняли, что даже в такой критической ситуации, как остро-вирусная инфекция и крайне тяжёлое состояние, и бесконечные приступы удушья, и непродуктивного кашля, даже в этом состоянии мы можем помогать себе с помощью этой потрясающей, по-другому не могу назвать её, потрясающей респираторной смеси бриз. Поэтому сегодня я хочу рассказать вам об этой смеси более подробно. Вы должны о ней узнать всё. Итак, бриз – уникальная смесь эфирных масел Дотера, которую мы называем респираторной смесью. Название говорит само за себя. Это смесь, которая помогает нам решать проблемы с дыхательной системой. Какие масла входят в эту смесь? Я назову их. Это масло лавра, мяты перечной, эвкалипта, чайного дерева, лимона, кардамона, коричника камфорного и равенсары. Чтобы понять, почему именно эти масла вошли в респираторную смесь бриз, я коротко расскажу вам о свойствах каждого из масел, но сначала я хочу перечислить все достоинства респираторной смеси Бриз. Что она делает? Помогает избавиться от хронических воспалительных процессов в дыхательной системе. Обладает противовирусным, антибактериальным и дезинфицирующим свойствами. Освобождает и облегчает дыхание, снимает заложенность носа, очищает и дезинфицирует воздух в помещении, усиливает защиту дыхательных путей и ускоряет выздоровление при респираторных заболеваниях, поддерживает здоровье иммунитета, содействует спокойному сну, оказывает тонизирующее и общеукрепляющее действие. За счет чего такой мощный оздоровительный эффект? Давайте рассмотрим подробно состав этой смеси. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Теперь, когда мы знаем о составе всё, давайте изучим все возможные способы применения этой смеси. Респираторную смесь БРИЗ можно использовать двумя путями. Это ингаляционный путь и наружное применение. Ингаляционный путь это, как вы понимаете, вдыхание паров эфирного масла. Мы не применяем это масло внутрь, но мы вдыхаем пары и молекулы. Молекулы эфирных масел попадают внутрь нашего организма, проникают в клетки и оказывают своё целебное воздействие. Первый способ применения этой смеси это обычное дыхание просто из флакона. Это удобно, когда вы находитесь где-то в дороге, в автомобиле и нет других способов, возможностей, чтобы применить каким-то другим способом данное масло. Вы просто открываете флакон и дышите его парами из флакона. Второй способ, который применяет мой муж, это некая импровизация на тему ингалятора. Он делает ладонь вот такой трубочкой по типу буквы О. Получается такая своеобразная насадка на флакон. Подносит ладонь с отверстием с буквой О к рту. Делает такие мощные вдыхательные движения ртом. Вот так. Вы можете делать такое вдыхательное движение и носом, если у вас проблемы с заложенностью носа, ринитом и так далее. Как ещё можно применять эту смесь ингаляционно? Вы просто капаете одну каплю на ладонь, растираете между двумя ладонями бриз, опять делаете трубочку, букву О, ставите на ладонь и точно так же делаете движение по принципу ингалятора. Делаете это столько раз, сколько вам необходимо. Можно просто дышать смесью с ладоней, когда вы просто растираете каплю эфирного масла между ладонями, делаете ладони лодочкой, подносите их к рту и к носу и просто дышите. Глаза при этом можно закрыть, чтобы пары эфирных масел не раздражали слизистую глаз. Можно дышать как ртом, так и носом, в зависимости от того, какая у вас есть потребность. Также вы можете применять смесь бриз в диффузоре. Диффузор это крайне необходимая и очень удобная вещь для дома, такой эфирный аксессуар, который приходит на помощь в самых разных ситуациях. Если у вас пока нет диффузора, есть выход. Вы просто берете миску с горячей водой, капаете в нее примерно 3-5 капель эфирной смеси бриз, накрываетесь полотенцем махровым и делаете себе самую обычную ингаляцию. Дышите ртом и носом, вдыхая пары этой респираторной смеси, но при этом не забудьте закрыть глаза. Потому что такое ядреное масло мятой перечной, когда оно испаряется, оно может раздражать слизистую глаз, их может щипать, могут быть слезы, поэтому лучше глаза закрыть. Есть еще один нехитрый способ применения ингаляционного воздействия бриза. Вы просто берете медицинскую маску, капаете туда пару капель, одеваете эту маску и можете находиться в ней где-то в общественных помещениях, в любом месте, там, где вы не хотите подхватить дополнительную инфекцию. В тех случаях, когда вам нужно просто облегчить ваше дыхание, и это единственное, что у вас есть под рукой. Если у вас нет диффузора, если вы не можете уединиться, то сейчас, когда люди одевают маску, это не вызывает ни у кого никакого удивления. И если вы еще дополняете этот способ защиты от инфекции эфирным маслом бриз, то эффект защиты усиливается в разы. Теперь о внешнем применении. Мы можем наносить смесь бриз на грудную клетку массирующими движениями, на стопы, можно наносить вдоль позвоночника, на проекцию легких бронхов. Но лучше это делать в разведении с базовым маслом. В качестве базового Дотера предлагают кокосовое фракционированное масло, но если его нет, можно использовать, в принципе, любое растительное. Ну, хорошо подходит масло виноградной косточки, оливковое, льняное и все в таком роде. Разбавлять можно один к одному или один к двум. По большей части разбавление эфирного масла базовым обусловлено не столько тем, что чистая эфирная смесь может вызывать раздражение на коже, хотя это может иметь место, если кожа чувствительна. Но мы делаем массаж с эфирным маслом в разведении больше для того, чтобы эфиры глубже проникли внутрь нашего тела. Дело в том, что у эфирных масел есть такое свойство. Когда они наносятся на кожу в чистом виде, то они довольно быстро испаряются, поскольку у них повышенная летучесть. И небольшой процент полезностей проникает внутрь. Но когда мы наносим масло с базовым маслом, то мы задерживаем, мы искусственно задерживаем нахождение эфира на нашем теле и добиваемся большего проникновения целебных свойств масла внутрь нашего организма, в наши клетки. Вот для чего мы используем базовое масло. Дотера выпускает специальную уже приготовленную смесь Бриз вот в таком роллере. Это смесь уже разведенная с базовым фракционированным кокосовым маслом. И ее очень удобно применять наружно, потому что она в роллере. То есть мы просто берем роллер, наносим на грудную клетку, растираем это массажными движениями и получаем очень быстро, ярко выраженный эффект облегчения дыхания. Я проверила это на себе во время своего вирусного заболевания. И могу сказать, что да, действительно это работает. И работает очень быстро и очень заметно. Применять эфирную смесь Бриз вы можете как курсом, так и симптоматически, сколько угодно раз в день для облегчения симптомов вашего заболевания. Будь то астма, будь то острый или хронический бронхит, будь то пневмония. В общем-то любые заболевания, которые связаны с органами дыхательной системы. И есть еще один способ использования этой эфирной смеси для людей, которые не страдают никакими заболеваниями дыхательной системы, но которые занимаются спортом или физкультурой. Если перед тренировкой использовать эфирную смесь Бриз ингаляционно и наружно, то можно заметить, что тренировка проходит намного легче в плане легкости дыхания. Ну и нужно предупредить, что эфирные масла, никакие эфирные масла не должны попадать в глаза, в уши и на особо чувствительные участки кожи. Эфирные масла не должны контактировать с пластиком. Это предпочтительнее, чтобы это были природные материалы, дерево, стекло, керамика. Ну и еще одно предупреждение. Если вы беременны или кормите ребенка, а вы кормящая мама, то вам нужен консультант, чтобы не навредить себе и малышу. И я могу быть вашим консультантом. Подводя итог моему сегодняшнему рассказу, могу сказать, что спустя две недели, как мы заболели вирусной инфекцией, на сегодняшний день мы благополучно миновали кризис. Когда я говорю «мы», я имею в виду, конечно же, прежде всего моего мужа, потому что за эти две недели произошло очень много изменений. Сначала это было, как я уже сказала, острое обострение заболевания и очень тяжелое состояние, но постепенно, по мере применения БРИЗа и дыхательного протокола, о котором я расскажу в отдельном видео, мы добились очень быстрого улучшения и отхождения, мощного отхождения мокроты. То есть день за днем состояние становилось все более облегченным, в том плане, что мокрота начала хорошо отходить и отхаркиваться, особенно по утрам. Я могу сказать совершенно точно, вот теперь мы уже убедились на собственном опыте, что во все время нашего заболевания муж не применял сальбутамол. Мы совершенно успешно обходились вот этими натуральными средствами, такие как эфирные масла. И это дает нам очень большую надежду на то, что сейчас, когда мы находимся уже на ремиссии этого заболевания, мы надеемся на то, что стадия ремиссии может перейти в полное исчезновение этого заболевания. Потому что мы знаем, что есть природа и природные продукты, которые очень хорошо помогают человеку справляться с этой проблемой, с проблемой дыхательной системы. И если использовать умело и грамотно эти продукты, продукты природы, то мы имеем все шансы, чтобы стать полностью здоровыми людьми. Прямо сейчас, пока вы еще не закрыли страничку с этим видео, перейдите вниз в описании к этому видео, пройдите по ссылке, которую я даю, и зайдите на страницу моего магазина, где сейчас в наличии есть несколько флаконов эфирной смеси Бриз. Вообще эфирная смесь Бриз входит в состав набора, который Дотера предлагает при регистрации. Я вам уже показываю этот набор, семейная аптечка. Эфирная смесь Бриз входит сюда обязательно, обязательным компонентом, как очень необходимая вещь для лечения как взрослых, так и детей. Но если вам пока еще дороговато этот набор приобрести, он стоит 11 900, и в него входит 10 самых популярных эфирных масел Дотера на все случаи жизни. Если вам пока дороговато купить весь набор, вы можете пройти по ссылке на мой магазин и заказать себе просто один флакон Бриза. В наличии сейчас есть, если я не ошибаюсь, по-моему, 5 флаконов. И если вы успеваете прямо сейчас заказать себе свой флакон, то доставка будет осуществлена с Деком или Бокспири очень быстро. Вы в течение нескольких дней получите свой заказ и уже сможете применить эту потрясающую респираторную смесь для того, чтобы начать решать свои застарелые проблемы с бронхиальной астмой и другими заболеваниями дыхательной системы. Субтитры создавал DimaTorzok